Всем привет! Я сегодня, смотрите, где нахожусь. В лесу, на полянах. Сегодня я собираю папоротник орляк. Вот оно, вот такое вот растение. Здесь уже стали распускаться листики, не листики. Такой уже трогать не будем, а будем рвать. Вот такой вот, у которого еще закрученные листочки. Вот такой будем рвать. Обламывать будем в том месте, где он ломается. Вот такие рвать будем, которые еще только-только распускаться собираются. Это многолетнее травянистое растение. Один из самых распространенных папоротников в России. Вот такой вот. Легко обламывается. Хрупкий очень. Хочу передать привет подписчику с города Корсаков. Вот он нам сказал, что уже папоротник пошел. Мы поехали. Привет! Приходится по кущам лазить. Мы от клещей мы побрызгались. Здесь по траве лазить мало ли. Нацепляем. Приходится вот так вот в колючки лазить. Это вот шиповник дикий. Колючий. Вот. Так. Ну что... Вот смотрите, орляк растет вот таким одним стебелечком, у него нет вот такого куста, чтобы там с одного места было несколько побегов, он растет одним стебелечком, ну и друг от дружки на метр, наверное, не часто растет. Вот, сегодня вообще такая отличная погода, тепло, но ветер есть, ветер дует. Срезать или срывать его нужно сантиметров 10-15, не более, дальше стебель уже получается дубовый, надо нам свеженький, который прям хрусь, хрусь и все. Ну, здесь вот я смотрю, он растет прям очень близко друг к дружке, не на метр, как где-то я читала. Прям кучи. Вот он. Папоротник живучий, он не боится быть сломанным, загоревшим, выдохтанным, он может расти там, где не будет расти трава, например, там дорогу почистили, расширили, и он прям вот на этом, на этой свежей вот земле, по обочинам может дать молодые росточки. Растет там, где не растет трава, на вырубках можно его найти, на гарях, на заброшенных полях, на глине он растет. Размножается папоротник с порами, как грибы. Смотрите, а это похоже ландыши. Мандыши. Красиво так. Только лето начинается. Вот все, что я собрала. Вот такое вот сито получилось у меня, я его уже помочила. У меня всю ночь лежал в воде, два раза меняла воду. Вот сейчас я хочу его отварить, часть приготовить, а часть убрать в морозилку. Хочу обрезать вот эти потемневшие края, неровные. Они, наверное, еще и загубили. В свежем виде папоротник непригоден в пищу, потому что в нем содержится ядовитое вещество, тиаминазу. Чтобы его приготовить, его нужно сначала обдать кипятком, промыть холодной водой, потом еще проварить нужно 2-3 минуты. Вот потом уже можно его есть. Я его отмочила, хочу его сейчас проварить. Часть какую-то я приготовлю на салат, а остальное я уберу в морозилку. Орляк особенно ценится в Японии, в Китае. Считается, что регулярное потребление папорника орляка повышает трудоспособность, повышает иммунитет, помогает бороться со стрессами, ну и еще дает омолаживающий эффект. Вот так вот сейчас накручу, чтобы мне потом было удобнее и сварить, и хранить. Ну и так же достану, сколько мне нужно, и приготовлю, чтобы оно не лежало у меня там, в такой большой куче. Воду я подсолила. Варим 2-3 минуты. Поварился он 2-3 минуты, вытаскиваем. На каждую партию я делаю свеженькую воду. На растительном масле обжарим лук. Добавим сюда черный перец, красный перец, кориандр молотый, соус чили добавим, соевый соус, 2 столовые ложки. Ну и все, опускаем сюда наш папоротник отваренный. Все это дело хорошо перемешать. Чесночок сейчас еще выдавим. И оставим это на несколько часов, ну, хотя бы на 2 часа, чтобы он питался, там пропитался. Так, ну что, пока папоротник будет у меня стекать, потом я его уберу по пакетикам и в морозилку уберу. Пока он там находится на стечке, мне нужно быстренько убраться. И в этом мне поможет вот такое средство от компании Брэндфри. Кислородный очиститель. Уже одну пачку использовала, выписала еще одну. Вот так вот оно просто приходит вот в такой упаковке, вот просто вот, в пакетике. Ссылку, где я выписывала, я оставлю обязательно в описании под видео, если это кому-то интересно. Я уже отбелила все домашние полотенца, наволочки. И у меня вот осталась одна, которая прям совсем-совсем желтая. Ну вот, я думаю, сейчас я вам покажу, потому что после прошлого видео люди писали, что у них вообще ничего не отбеливается. Вот такая вот у меня вот наволочка есть. Прямо желтая-желтая. От пота она такая желтая стала. Вон, вон и не спал. Вот уголочки, смотрите, вот светлые, а середина вон какая желтая. Вот. Видно же? На литр воды берем полторы столовые ложки. У меня тут воды больше, я беру больше порошка. Вот. Чтоб она вот так вот закипела. И опускаем туда вещи, которые вы хотите отбелить. Это средство у меня стало шипеть, стало убегать. Я быстренько ее поставила в раковину, и там это шипение происходило. Вот. Чтобы вещи лучше отбелились, а нужно, чтобы вода была прям горячая, вот прям только что вскипевшая, и вот в этой воде нужно замачивать белье. Достаточно 10-15 минут, и вещи уже отбелены. Хорошая у меня эта наволочка, такая плотный материал. Жалко было, что она не отстирывается. Все, желтизны нету. Теперь приятно пользоваться. Кипячу еще раз воду. Хочу замочить вот эти кружочки. Вот. Вон от них столько жира. Переходим в раковину, потому что не может быть реакция, шипение там, бурление. Беру две столовые ложки, потому что у меня тут больше литра. Вот. Видите, реакция пошла. Отпускаю туда кружки. Очиститель кислородный, безопасный, гипоаллергенный, не содержит хлора. Его можно добавлять в стиральную машину, при стирке, для цветной одежды и черной. Мыть ванну, раковину, чистить украшения, золото, серебро. Вот этот у меня сильно грязный. Вот, я его хочу отмыть. Вот, смотрите. Реакция очищения пошла. Какая вода сразу стала грязной. Все. Видите, какая вода грязная. Устраняет плесень, запах домашних животных. Очень много положительных отзывов на маркетплейсах. Я очень довольна результатом. Купить кислородный очиститель можно на Валбересе, на Озоне. Ссылки для вас я оставлю в описании под видео. Папоротник наш уже готов. Прошло более двух часов, пока я убиралась. Готовила кушать. Вот наш папоротник. Я немножко его сделала со стримкой. Немножко жгучего перца красного. Чеснок добавила. Вот, отварила спагетти. Это у меня печень. Также можно папоротник готовить с мясом. Ну, прям, жарить его вместе с мясом. Будет еще вкуснее. хорошо мы успели его собрать. Когда он еще только-только поднимается. У него еще вот не распустилась верхушка. Скрученная была. Так он быстро растет. Буквально его собирают всего лишь несколько дней. Может быть, я сегодня его приготовила не так. Вы пишите. Может быть, у вас есть рецепты получше. Вкусный. Мягкий. По вкусу на грибы похож. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо, что вы посмотрели до конца это видео. Если у вас есть какие-то другие рецепты по приготовлению папоротника, можете написать в комментариях. Ну, или поправьте меня, правильно ли я сделала его или нет. Может быть, надо было по-другому. Ставьте лайки. пишите комментарии. Всем пока!